Привет-привет, дорогие друзья! Нас пугают очередными очень серьезными изменениями, даже уже там с датой определилось. Давайте, друзья, ознакомимся, что же нам обещают. Изменяется питхит дотея вины, речник Министерства обороны Украины Лазуткин, счета набрания чинности закона про мобилизацию с 18 травня. И так получилось, друзья, что я даже нашел видеоролик, на который ссылаются в данной статье. Давайте, друзья, прослушаем, и я, конечно, по мере возможности прокомментирую. Но если говорить глобально, то передусім изменится подход к этой войне, потому что та история, когда часть людей воюет, постоянно находится на фронте, а часть людей живет своим мирным, спокойным жизнью, ну, очевидно, цей истории уже приходит край, и эта разучая измененность, которая кидалася в очи щоразу, когда, например, возвращаешься из Донбасса в Киев, Львов, в мирные места, она не является нормальной. А как вы думаете, речника, спикера тоже его мобилизует вооруженные силы Украины? Или он просто будет ходить, рассказывать о том, что надо сделать другим людям? То есть, как-то так очень интересно, когда людей, которых это не касается, рассказывают, ну, будем говорить, за других людей, почему-то считают, что они могут давать какие-то оценки, давать какие-то там советы и более того, говорить, что у нас будет глобально меняться в этом мире, при том сами не принимая никакого в этом участия. Потому что это было бы нормально, если бы у нас был слабкий враг. Наразі враг такой, что нужно все-таки мобилизоваться всей стране, всему суспильству. И от 18 числа, как минимум, все люди от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК и СП. То есть, друзья, многие у меня спрашивали, все ли должны туда идти. Видите, по версии этого господина, все должны обязательно пойти в ТЦК от 18 до 60, независимости ни от чего. То есть, нету здесь никаких критерий, к примеру, для инвалидов, колясочников, для людей, у которых там есть какие-то основания по отсрочке по болезням или еще по чему-то подобному. Будет така возможность сделать это также в электронном кабинете, который в своей первой версии запустится, мае запуститься, скажем так, и также у ЦНАПах. ЦНАПы также активно готуются до этого, понимают ответственность и задачи перед ними поставлены. То есть, страна, государство мае понимать, сколько людей есть здоровых в этом веке, какие у них військово-побликовой специальности и так далее. А кто, наоборот, уже завел в себе третью дитину, там, мае право на бронювание, на высрочку и так далее. Кто, возможно, переселился, изменил место проживания? Вот, друзья, видите, сами себе они всю жизнь противоречат. В чем это заключается? Он говорит, государство должно знать, что произошло. Что они рассказывали до этого, вспоминаем. Я это неоднократно рассказывал, что у них будет доступ ко всем реестрам, которые только существуют, возможные и невозможные. То есть, к тому же ЗАГСу, еще там к остальным. То есть, все будет и так у них. Подождите, если у вас есть доступ ко всем реестрам, зачем тогда, чтобы люди шли и что-то там сверяли? Понятно, что эта вся ситуация является огромной большой профанацией, мое мнение, потому что туда пошли опять же те люди, которые и так там были и так имели право на отсрочку. То есть, какие-то студенты, инвалиды и же с ними там многодетные и все остальные. То есть, им всем попросту и так отстрочка была положена. Зачем напрягать эти центры комплектования, чтобы они туда шли и отмечались в очередной раз? Ну, как говорится, это пусть будет на их совести, этих наших законодателей и исполнителей, которые придумывают такие глупости. От меня лично, что я хочу заметить? Что глобально вообще поменяется? Кроме того, что появится возможность забирать транспортное средство, если оно второе в пользу военных. И, кроме того, что уже это есть, хотя оно не вступило, видите, у нас законы вообще не работают в стране, просто в наглую решили людям за границей не давать паспорта. То есть, это, в принципе, те основные изменения, которые грядут в связи с этим законом мобилизации. По поводу штрафов, уже это все обсуждали не раз, то отдельный закон, он к этому не имеет закону никакого отношения. Ждем, когда его Зеленский подпишет. И, как говорится, я так понимаю, на прощание они хотят еще людей побрить на бабки. Известного украинского певца в Киеве остановили работники ТЦК. И даже есть видео этого подтверждения. Видите, этот бедный известный певец, монатик, у него даже нет денег на шапку, она у него какая-то порванная. Мне что-то кажется, что это видео какая-то голимая профанация. Вот, честно скажу, мое мнение, потому что что-то там его сняли, что-то к нему подошли, что-то он там показывал. Вроде как кто-то случайно почему-то это снял. Ой, это монатик. Так его забрали в армию или нет? Может, надо с ним поступить, как в Одессе с мужчинами поступают, подлетает бусик, хопа, заломали, затянули. Говорят, давай пойдешь нас защищать, а мы здесь в тылу будем. Почему-то с ним так не поступили. То есть, это, мне кажется, все такая картинка, видеосъемка для того, чтобы показать, что все у нас равны и мобилизация, конечно, является справедливой. Министр внутренних дел Германии и федеральной земли Хессен предлагает помочь Украине вернуть украинских призывников домой. Он считает, что необходимо поддержать оборонную готовность Украины и вернуть украинских мужчин, которые бежали за границу от военной службы. Министр считает, что необходимо разработать единый подход на федеральном уровне, а также уровне федеральных земель, что касается высылки украинских мужчин домой. Согласно актуальной информации от компании АРД, в следующий вторник федеральная земля, а также Министерство внутренних дел, обсудят, как решить этот вопрос и выработать общенациональное решение. В чем здесь вопрос? Есть человек, примерно уровня начальника райотдела полиции в городе Одессе, и он выдает такую мысль, что он там хочет, чтобы мужчины уехали из Германии. Ну, как говорится, это его мнение, и плюс вполне возможно, что некоторые денежные средства влияют на то, чтобы они делали такие вбросы, будем говорить, в дальнейшем это подхватывает какой-то местный сайт, средства у нас своей информации, тоже за пару копеек эти статьи все делаются, и потом это все раскручивается и тиражируется для того, чтобы, я так понимаю, наверное, оказывать какое-то моральное давление на тех людей, которые так получились наши, находятся в Германии. Но в тот же момент, друзья, я считаю, что не надо к этим вбросам относиться серьезно, есть и другая информация. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, украинцы, которые на законных основаниях живут в ФРГ, смогут остаться в Германии, даже несмотря на стремление украинского государства возвращать их домой. То есть Шольц полностью закрыл эти все профанации, эти все рассказы своим заявлением. Потому что, друзья, надо понимать, что когда наши типа дипломаты в виде кулебы делают какие-то заявления в адрес того же Шольца, называя его там ливерной колбасой, еще какие-то гадости, ну, неудивительно, что вот такие вот ответы и приветы будут им поступать. Поэтому, дорогие друзья, держитесь, все будет нормально. Я понимаю, что сейчас, возможно, у кого-то возникли проблемы с этими паспортами, но поверьте, за границей вас не оставят без какого-то документа. Более чем в этом уверен. Такие, что за кордоном, насправді, мы сделали подарунок, давайте скажем прямо, подарунок нашим европейским партнерам и западным партнерам. Они никак не могли нам в обличчя сказать, что, знаете, нам очень подходят ваши 6 миллионов украинцев, они хорошо адаптуются, они прекрасные работники, вы вкладаете 60 миллиардов гривен в их учебу щорячно с государственных грошей, вы хорошо их изучили, они прекрасные работники. Хай они тут залишатся, они не могли так сказать. Теперь мы им дали пас, после которого они скажут, слушайте, так вы же от них отмолвалися, мы сейчас выдамо им швиденько тимчасовые паспорты, сири, а потом еще пройде рік 2-3 и они уже натурализуются, скажем так. Это называется процедура, то есть они фактически уже станут гражданами той страны, где они сейчас перебывают. Мы, как страна, фактически отмолвалися от 6 миллионов граждан. И это не относится, как говорят нам в эфирах, что это относится только человек в 18-60-ти. Нет, посольские послуги. Когда у вас народжуется дитина, вам нужно прийти с паспортом двоих батьков, мамы и тата. Если у вас у тата нет паспорта, вы не можете зарегистрировать власную дитину. И не отримать никаких послуг из этой державы. Будь что, за вами зацикавливаются социальные службы, а кто це таки? А почему у вас не законно про фортификационные споруды на Харьковщине? То есть Зеленский сказал, это было ранее до наступления, что там все достаточно мощное, любимое его слово, потужно у нас. Там есть все хорошо с этими всеми фортификационными сооружениями. Они там есть, они построены. То есть я считаю, что особо, по его мнению, переживать здесь не за что. Что там говорили еще из разведки некоторые люди? То есть этот мужчина из разведки, их спикер, рассказывает о том, что, ну, как говорится, знали-то, знали они, что будет это самое наступление. Ну, как говорится, подготовились. Есть фортификация и еще и знали, и даже о датах, о времени. Все на самом деле полностью там у них контролируется. Но есть и некоторый человек, некий, который сказал немного другую мысль. Сегодня мы знаем, что 37 миллиардов мы только вкрали, вклали, вибачаюсь, в фортификации. Такие оговорки допускают тоже. Но в тот же момент я собирал информацию, что там еще, какие были работы конкретно произведены на Харьковском направлении. Реконструкция мосту Харьков-Вовчанск. 369 миллионов 350 тысяч гривен. Видновлю ему маршрут Харьков-Вовчанск. Агентство видновления. То есть там, как мы видим, кроме этой фортификации самой известной, понятно всем, сделали еще и мост, сделали еще и дорогу и произвели очень много нужных соответствующих работ. По поводу дороги я там искал, цены до конца не нашел. Но по поводу моста денег там вбухали нормально. То есть, в любом случае, я так понимаю, что все как раз в этом направлении в плане Харькова у нас хорошо. Наш Харьковский майданчик с понеделка призупиняет свою деятельность. Сейчас уже раздали майже все автомобили. Те, что не раздали, распродаем. Уси тачки будут в моем телеграме по солодким ценам. Можно уже идти подавиться в шапсе профиля. Дещо відвозимо клиентам. Короче, кажучи, я сподіваюсь до кращих часів. Але маємо, що маємо. Наразі ми все. У Харькові ми все. Но в тот же момент пошла реакція по Харькову. Одна із крупнейших автоплощадок, як ви видите по сообщению, я так понимаю, хозяина, к сожалению, закрывается, наверное, до лучших времен. Это понятно, що связано с тем наступлением, которое россияне проводят на конкретно Харьковском направлении. В любом случае, друзья, будем следить за той ситуацией, которая там происходит, і, конечно же, вас інформировать по мере возможностей. На этом прощаюсь с вами, желаю всего самого наилучшего, і, конечно же, попрошу, подпишитесь на мой ютуб-канал. Мені не потрібно, але для того, щоб прийти, поліжати, заспокоїтися, дома не буваю. А коли прихожу, мені вистачає тільки п'ять хвилин для того, щоб розягнутися, дотронутись з головою до подушки. Відкрити очі вже рано. Чи працюєте ви з психологом, межливо? Ні, я не працюю з психологом. Я сам психолог. Дякую.